Итак, ребят, всем привет! Как обычно, вы на канале MMABets. И сейчас мы собрались прямо после окончания турнирчика UFC Fight Night Over M. Волков, чтобы обсудить его. Что мы там увидели, какие мы там получили эмоции, да, как оценили происходящее. Как всегда, меня зовут Роман и со мной Арсений. Сень, здорово! Всем привет! Вы на канале, а мы в канале. Вот так. В общем, первое, да, как обычно, бонусы, бонусы. А бонусы у нас получает Александр Волков и, конечно же, Кори Санхаген, да. Именно Санхаген, да, имейте в виду. Ну, я уже говорил в подкасте, да, очень много ребят меня поправляло, когда я его Сангаден называл. Почему-то это очень сильно бесит людей. Здесь, значит, было куплено место для шутки про Верхман, блядь. Верхман, блядь. Ну, победил Волков, победил Кори Санхаген. Жалко, что вместо Эдгара там не было тоже кого. Но это шутка для людей с IQ выше 80. Выше 8. Вот, короче, бой вечера, кстати, получили. Диего Феррера и Бенил Дариуш. Вот такие вот, ребятки, у нас бонусы. Вот, ну, а, соответственно, как всегда, мы же начинаем сначала. А первый-то бой у нас суперкоротенький был. Сень, всего лишь 27 секунд. Од Осборн вышел. Нанес буквально первую комбинацию. Левый, челюсть. Ну, как бы и все. Что думаешь здесь по бою? Од Осборн красава. У него вообще бои такие, что вот видишь Од Осборна, ты не думаешь, что там, вот ты видишь Реверу, будешь думать, опять будет это жополазание, вот это вот на три раунда, не поймешь, кто выиграл. Од Осборна видишь, он либо выиграет досрочно, либо поиграет досрочно. Это вот интересный такой парень. То есть, ну, смотреть за ним интересно, в любом случае. Конечно, конечно. Попал он великолепно. Просто я там написал в этом. Он подставку плечом сделал, под это плечо как раз-таки зарядил левую руку и выстрелил ей прямо в челюсть Ревере. Там 20 секунд буквально было. Парень перспективный. Если будет развиваться, вообще может высоко, конечно, лететь. Если не будет, ну, будет на своем уровне. Да, да, однозначно. Потому что ранее все-таки прослеживались у него такие, ну, небольшие, да, беды с партером. Причем от, даже от очень слабых соперников. Поэтому, конечно, ему нужно обязательно этот аспект развивать. А стойка неплохая. Реально неплохая. Ну, и боец, конечно, зрелищный. Ведь мы же смотрим бои не для того, чтобы какие-то клинчи, да, три раунда смотреть непонятные. Тимур Валиев, Мартин Дэй. Ну, что сказать. Двое судей отдали 30-25. Один судья отдал 30-26. Абсолютная доминация. Все три раунда Тимур Валиев забрал. Но все равно я хочу заметить, да, что не все так безоблачно. Потому что было заметно, что во втором раунде Тимур Валиев опять устал. Но в этот раз просто против него был соперник, который ему сопротивление вообще не мог оказать. Абсолютно. Единственное, что он делал, это, ну, где-то, знаешь, как-то восстанавливал гард. То есть не давал никаких возможностей, там, попытаться даже начать себя досрочно. Ну, а Валиев, как бы, он и не против. Он и не против. И все три раунда полежал на сопернике. Соответственно, уверенно выиграл бой. Что думаешь, Сень? Хороший бой для Валиева. Быстро, ну, пытался он там пару раз закончить досрочно, но, так скажем, себя сдерживал. В стойке опять было немножко, ну, много суеты. Да и, в принципе, и в партерах, да, суеты было многовато. Потому что, помни его бой, в принципе, вот в Софе, да, там, до UFC его бои. Ну, там, так сказать, не было таких моментов. Там более такая грамотная, выверенная работа была. Не знаю, с чем это связано. Может быть, волнение от арены UFC. Может быть, все-таки желание продемонстрировать свои навыки все на свете, да. Ну, боец он неплохой в любом случае. Но есть несколько аспектов, которые могут ему помешать взлететь высоко. Поэтому, собственно, и один из этих аспектов мы видели в первом бою, а второй из этих аспектов мы видели в этом бою. И в том тоже, в принципе, да. Но тот, кто, как боится, захочет, тот увидит. Бой, конечно, отлично проведен, без лишних, там, без ошибок. Ну, движение из движения. Что-то попытался он, там, гильотину сделать, попытался он, там... Ну, короче, ему, там, вот, оппозицию надо занимать. Пытаться забить, но, опять же, забить это лишние силы отдавать, да. То есть, опять же, риск. Поэтому для себя бой он провел отличный. Соперник был, в принципе, максимально легкий, ну, по идее, да. Поэтому, как бы, его и соперника можно было и вырубить, и перебить, и завалять. То есть, ну, достаточно легкий. Поэтому, в принципе, и все получилось отлично. Да, да, в принципе, опять же, знаешь, я думаю, он мог выиграть досрочно. Но здесь можно его прекрасно понять. Ведь ему нужно было обязательно этот бой выигрывать. Вот, прям на 100% никаких ошибок не допускать. Соответственно, свою победу он добыл, доминирующую. Далее у нас Сингучой и Юсеф Залал. Вот, опять же, высказывался я уж по этому поводу, что, значит, Юсеф Залал, он уже просто надоел идти по коэффициентам. Вот, знаешь, там 1.2, 1.3, просто да сколько можно, ну сколько можно. Поначалу, причем в UFC он показывал довольно хорошее выступление. Я лично считал, что это прям перспективный боец, реально перспективный. У него и лагерь хороший. Вроде там неплохая ударная техника, скажем так, контрударная. Вроде и побороться умеет. Но вот постепенно, постепенно, да, от боя к бою становилось понятно все-таки, что он из себя представляет. И прошлый бой, да, проиграл, ну, конечно, очень хорошему бойцу на коротком уведомлении. В этом бою сам выскочил на коротком. И опять шел, опять шел фаворитом довольно крупным. Но здесь уже вариантов выиграть у него не оказалось. Он, конечно, пытался, да, и третий раунд даже ему отдали там двое судей, по-моему, за счет того, что он аж три тейкдауна сумел провести. Но в целом, вот опять же, Сень, у меня вопрос к его ведению боя. Вот уткнется, просто стоит, пытается, да, сделать тейкдаун. Просто уткнется и стоит, и ждет, как бы, ну что, расчет на что идет. Если до этого ты напропускал кучу ударов в стойке, за то, что ты воткнулся в соперника у сетки, как бы, раунды тебе будут давать? Ну, конечно же, нет. В общем, реально, и выступления странные, и перспективы, конечно, у Сэфа стало очень туманные. Ну, а кореец красавый, я, опять же, отмечал в подкасте, что он реально дал хорошие бои тем, кому он проиграл. Он хорошо сопротивлялся. А это были бойцы высокого, да, довольно-таки уровня. Поэтому здесь, конечно, его списывать не стоило. Ну, вот так вот он и выиграл. Что думаешь, Сень? Ну, собственно, мы с тобой до боя обсудили этот, так, кратенько пробежались о том, что завал тут, в принципе, вообще проиграть может, да. Ну, и, в принципе, он проиграл, да. Потому что, опять же, я вот говорил, да, перед боем, что тейкдаун ему точно не сделает. Ну, в смысле, там, так, чтобы законтролировать, там, завязать, да. И он сделал тейкдаун ему, там, в третьем раунде, но, опять же, это не было такими вот, как бы, в классическом понимании тейкдаунами, да. То есть он, как бы, на жопу посадил, Сеньгучой встал. Опять посадил, опять встал. Ну, это не тейкдауны. Там, типа, контроля нет, доминирующая позиция нет, урона нет. То есть, как бы, ну, это просто, как бы, вот, активное действие. Если свой соперник совсем ничего не делает, тогда это, как бы, идет в пользу. Я не знаю, третий раунд, порно, конечно, но он боролся, да, можно, наверное, отдать ему третий раунд. Но первые два, опять же, вот, по тейкдауну в каждом раунде, опять же, это же не Сеньгучой шел в ноги к нему. Это, по-моему, по четыре попытки в каждом, или сколько там, может, на четыре, ну, может, где-то по две, по три попытки в каждом раунде было. Да, да, да. И Сеньгучой высыпал, Сеньгучой его контрил в борьбе. И был лучше, был сильнее, был больше. И, в принципе, он как раз-таки из-за габаритов. Да, он, на самом деле, как мне кажется, даже получше стал, потому что у него была достаточно корявая техника рук с этим Ашханом. Ашханом или как он? Да, в общем, с Махтарианом. Вот, с Махтарианом был, как-то руки кидал. Здесь он, ну, как бы тоже в своей манере, но, опять же, это были уже комбинации какие-то похожие на правду. Ну, база у него каратистская, то есть про ноги я ничего не говорю, потому что ноги у него достаточно неплохие. Ну, и все за вопрос, не смог тягаться с человеком, который был лучше на его на дистанции. А вблизи, естественно, бороться тоже не получилось. То есть просто стилистически для него беспонтовый бой был, которого он, естественно, не смог выиграть. Ну, да. Ну, и плюс ко всему, это еще и короткое уведомление. Ну, да. Ну, и да. Я не знаю. Я не знаю сегодня, как вот эти его мувы постоянные в борьбе оценивать. Ну, видишь, у него не шло, в принципе, в стойке. Я тут могу еще понять, почему он в партер-то шел. В конечном итоге все-таки устал корейц, и в третьем раунде все-таки отдал тейкдауну, видишь? Но, опять же, был ли смысл вообще, в принципе, их делать, да? То есть, учитывая, что он никакой пользы не принял оттуда. И, конечно же, нет. Но, то есть, ну, как бы, я понимаю, ты прав. То, что, как бы, в борьбе его мувы абсолютно не оправданы. И здесь не было смысла бороться. Но вот хотя бы что-то получилось здесь. То есть, у него в стойке ничего не получалось. Ну, хотя бы по борьбе, может быть, получится. Но вот когда он в стойке, в принципе, смотрелся с дебютантом этим... В этим грузинским, более-менее, да, вот там джеб заходил, и он бороться лез, вот это был вообще трэш. То есть, как бы, это не потому, что у него там в стойке не получалось, а он просто по кулдауну, так скажем, да, идет бороться. Просто после того, как у него там джеб-панч зашел, он идет бороться. Но он не борец. И он об этом просто не помнит, не знаю, что ли ему наставления такие дают. Ну, борется он слабо. Джиу-джитсу на среднем уровне, да, и вот это все в комплексе дает его... И залеживает даже ударником. Да, да, да. Ну, знаешь, он защищается-то неплохо, на самом деле, от Сабмишина. Прямо очень неплохо. Потому что он с хорошими джицерами еще до UC встречался, и прямо отзащищался хорошо. И от Апурии защищался. Он там из очень плотных удушек вылазил. Но при этом и сам накидывать не особо хорошо умеет. Такое, значит, сочетание странное. Вот, ну ладно. Молли Маккен, Лара Прокопиева. Ну, собственно, у нас тут Лара Прокопиева добыла себе победу совершенно неожиданно. Ну, для меня, по крайней мере, я не ожидал реально ее победы. Я понимаю, конечно, что 100% найдутся люди, которые скажут, да я знал, что Прокопиева выиграет. Это вы чего, это же черный пояс по БЖЖ и так далее. Но для меня это была нечитаемая победа. И опять же, я говорил в том плане, что Молли Маккен хорошо провела бой с Таилой Сандос. Ну, относительно, да? Она от нее там защищалась. Она не давала так над собой доминировать Таилой Сандос. А это хороший боец, это развивающийся, перспективный боец. Собственно, вспомните, что она с Джиллиан Робертсон сделала в партере. А вот здесь, соответственно, Маккен выходит. И что вообще? Просто пропускает 7 тейкдаунов. Не встать не может, просто сделать ничего не может и устает. Абсолютно, опять же, бой очень незрелищный, очень неинтересный. Я вообще не хочу такое смотреть. Но пришлось, я не что думаешь? Не знаю, что сказать. То есть, в принципе, вы все видели, наверное, сами. Если не видели, то просто надо посмотреть на то, что... Посмотреть наш подкаст, да? Да, ну, смотреть бой не надо, это точно. Да, там ничего особо, вы еще ничего не найдете интересного. Но, опять же, был плотный бой с Таилой Сандос. И абсолютно неплотный бой с Циварой Прокопио. То есть, ну, говорит ли это что-то об уровне спортсменки? Ну, я не знаю. То есть, сложно сказать. Или просто подготовка была у Маккен слабая. Или была Прокопио просто очень сильный БЖЖист, да, такой. Возможно и так. Вот. Ну, собственно, произошло то, что произошло. И там она оставила перчатки на конвасе, да. И, не знаю, захочет она продолжать бой, не захочет. Но если не захочет, то карьера была у нее нормальная такая, да, стандартная, так скажем. По чемпионате она там, по-моему, даже успела в Кейдж Вариус. Вот. Ну, Лара Прокопио классически задавалась, да, как бы в стойке. Есть пару хуков. Учитывая, что она не самая маленькая спортсменка в этой весовой категории. Она ей позволяет, в принципе, на руках что-то показывать. Очень среднее кардио, очень средние навыки, стойки. И абсолютно нет передвижения на ногах. Это просто на будущее, как бы, да. Вот. Но зато есть хорошие, как бы, цепки грэплинг. Она умеет переводить, она умеет вот это вот выводить соперницу из дисбаланса. Дисбаланс, точнее, да. И это помогает ей делать семь тейкдаунов из девяти против неплохой, в принципе, спортсменки. То есть, мол, Маккен, да, ее там залежали, ее там в борьбе можно... Ну, как бы, можно всегда по постфактум, можно всегда какие-то факты, как бы, да, притянуть. Вот. Но, как бы, как факт, я говорю, что, вот, Маккен декласснула Бильбиту в борьбе. Там была очень, как бы, ну, такая близкая борьба была с Сантос, которую потом Джиллен Робертсон не почувствовала вообще в борьбе. Декласснула Липски, да, декласснула Качейру. Ну, и вот в дебюте только, по сути, в восемнадцатом году, это, можно сказать, три года назад, да, только тогда вот она, так скажем, жиденько обдировалась. Ну, и вот сегодня. То есть, не знаю, продолжит она, не продолжит, но, в принципе, неплохие у нее выступления были. Вот, ну, можно перейти, в принципе, дальше. Да, согласен, ведь тут у нас еще один женский бой, и, ну, можно сказать, наверное, что еще одно залеживание, хотя здесь были в стойке тоже интересные моменты. Опять же, по большому счету, Карл Росса можно, пожалуй, сказать, что доминировала, но, но повреждения, повреждения были у нее, причем такие повреждения, я не знаю, насколько серьезные, но именно визуально-то, конечно, кровила она там просто, плевалась кровью во все стороны, там, там, знаешь, не просто капало, там прям, прям текло ручьем изо рта, да, у нее кровь, но, ну, понятно, там, ничего там не докторов, ничего не вызывали, просто вот она сплевывала, у нее изо рта текло, но, по сути, это все, что Джуселина Эдвардс сделала, она просто... Любит сплевывать. Рокхол бы это, конечно, не оценил. Да. Эдвардс, то есть она сделала одну атаку, да, вот это просто побежала вперед, там, кучу ударов нанесла, там, большая часть прошла, ну, и, в принципе, все, партера тут абсолютно, конечно, у Эдвардса не было, Карл Росса этим воспользовалась. Бой, кстати, довольно саевого провела их, хочу заметить, потому что она в первом раунде села в фулл маунт, ее скинули, и больше она в маунт не залазила. Она из халтгарда уже, да, спокойно саевого контролила, и в третьем уже тоже в самом конце тоже такая залезла в маунт, но понимаю, что там несколько секунд осталось. Ну, короче, я не знаю, опять же, бой, конечно, такой себе. Тебе вообще понравилось? Ну, короче, там, конечно, спорное зрелище было такое. Ну, нормальный, нормальный, в принципе, бой. Вот, конечно, что ни говори, но вот у Эдвардса всем партера нет, и это, конечно, не было секретом абсолютно. По-моему, ты говорил с Андреем Итаевым до боя. Конечно, конечно. Вот, собственно, ну, вот быть, как бы, с одной стороны, да, вот с одной стороны, как бы, будь напротив Каравароса соперница с партером, и она бы, может быть, даже поиграла бы этот бой. А с другой стороны, как бы, ну, не у всех такие руки есть, как у Джиселина А20. Именно не по технике такие руки, а вот они быстрые и жестко бьющие, потому что, как бы, ну, в этом весе мало таких взрывных спортсменок. Но бьет она сильно, да, вот она вот это вот, как бы, вот в этом моменте, когда она выбросила пять ударов, ну, она выбросила, наверное, ударов шесть, попала из них четыре, но они были жесткими, и они сразу открыли ей, разбили ей нос, Король Росси, да, и что-то сделали с ее ротовой полостью. То есть там, ну, как бы, вот только гадать, чоку ли ей порвали, или зубы ей выбили, или вывихнули зубы, или там, ну, или губы порвали внутри, да, все, что хочешь, может быть, или скулу порвали, да, сломали, да, там, куча всего может быть. Ну, в общем, что-то произошло, да, что привело к травме серьезной, и, в принципе, она в стойке вообще боялась пропускать удары. Возможно, там был какой-то болевой такой симптом, да, то есть было, наверное, больно ей, возможно, постоянно такая, ну, вообще, боль, возможно, была. Поэтому она и понимала, что там какая-то травма, и, в принципе, она, конечно, очень умно отодралась, отодралась, да, вот, в первом раунде сразу трейкдаун сделал, это было суперумно, то есть она, боец, который разбирает соперницы, и Свара Прокопиона тоже вела бой очень умно, вот, но она, опять же, вот, то, что ей сломали нос, ну, не сломали, разбили нос, там, какой-то травмон несли, да, это, опять же, просто показывает, что она еще старая спортсменка, но она, в принципе, очень перспективная, она и с герплингом, она и, как бы, стойки такая выученная по кику, руки, конечно, есть куда стремиться, но так в целом там не с кем особо сравнивать, просто, вот, тоже Зелина Эдвардс с огромной дырой в партре, да, в принципе, она и в стойке проигрывала, за исключением вот этого вот размашистого, комбинационного вот этого взрыва в ближнюю дистанцию, да, по сути, если были бы какие-то ноги, ну, именно челнок какой-то, да, и руки у короля-роса, то там можно было бы просто там на степе ее встретить, это, ну, Эдвардс, но этого нет, поэтому она и по прямой линии ушла и нахопала там целую кучу ударов. Можно, в принципе, дальше, наверное. Да, далее у нас Девонте Смит, Джастин Джейнс, тут такой, ну, типа, мисс матча был, возвращение Девонте Смита, и Джастин Джейнс на коротком уведомлении вышел. Кстати, да, разбор этого боя у нас был в Больцовском клубе диванных аналитиков, кто не в курсе, потому что этот бой добавили уже после того, как вышел подкаст на канал, ну, а все бои с заменами я разбираю там также в формате подкаста, да, кому интересно. Вот, и я обратил там внимание, что очень, конечно, заниженную такую цифру на тотал меньше, ну, полтора по тому же пинаклу, да, давали, и что это может не зайти, и это, что интересно, да, это не зашло действительно, но вообще здесь остановочка-то была, как бы, ну, не нокаут, ничего такого, остановка доктора, просто в один момент рефери остановил бой, позвал доктора, да, у Джейнса там надулся глаз очень так, очень, не очень, да, и пришлось им остановить бой. Но в целом Деонте Смит доминировал, хорошо попадал в первом раунде, там уже в конце разбил нос Джастину Джейнсу, причем во втором Джейнс попытался побороться, о чем я также в подкасте говорил, что он может попытаться бороться, он раньше до UFC это часто делал. Попытался побороться, Деонте Смит отлично его сконтрил, да, сам перевел, но нужно заметить, что в первом Джастин Джейнс по нему попал, мне показалось, что он его шатнул, и поэтому, учитывая, что и прошлое поражение у Смита было нокаутом, и Джейнс попал и шатнул его, тут уже, мне кажется, что Смит все-таки под пробитый такой немножко парень, нужно осторожно быть, когда он будет далее с кем драться, да, смотреть, чтобы не было там ребят, которые могут по нему хорошенько так попасть, и которые не устанут в первом раунде, да, как Джейнс. Ну, а в целом, в целом все ожидаемо, да, срочная победа Деонте, он камбэкнулся в стойке, очень интересный джентльмен, что думаешь, Сень? Да, Деонте, в принципе, перспективный парень, да, там, вкладывает много в свое развитие, но, опять же, как бы, есть какая-то физиологическая у него, да, такая пробитость, так скажем, если так можно вообще выразиться, да, ну, просто какой-то порог такой, да, который не позволяет ему держать более сильные плюшки, там, чем то, что выбросил Камо Ворти, например. Даже если его не повело тогда от удара Джейсина Джейнса, ну, все мы видели прошлый его бой, да, где он просто наглухо выключился, это там не был какой-то там, ну, суперудар. Здесь его реально, как, знаешь, забагало, провалился, текстура провалился. Ну, в принципе, Джейсин Джейнс тоже динамитом в руках, поэтому, ну, спишем пока это на, этот, на, так скажем, случайность, да, но на карандаше будет у нас здесь стоять. Вот, ну, он такой, вот я его характеризую так, он ватакад с панчем, и это делает непредсказуемым, то есть, вот он, в принципе, Камо Ворти ты мог вырубить в первом раунде, да, но вот он просто дождался момента, пока его вырубили самого, да, и, собственно, ну, здесь, как бы, такое не смогло получиться, по простой причине, потому что у Джейсина Джейнса очень плохой кардио, и, в принципе, как и в следующем бою, если Джейсин Джейнс не выключает в первом раунде, и Майк Родригес сразу переходим плавно, да, Майк Родригес вот не выключает в первом раунде, бой проигран, это прям вот аксиома, то есть, либо Майк Родригес вырубает парней, там, в первом раунде, либо его переводит, и все, и он, как бы, я не знаю, то ли он не тренирует совсем кардио, да, то ли он не тренирует всем борьбу, или он вообще не тренируется, в принципе, да, вот. Ну, какая-то причина в этом есть, потому что, в принципе, уставать за пару минут, это очень странно, да, то есть, как бы, Данила Маркес устал за две минуты, но Майк Родригес вообще устал настолько сильно, что, в принципе, даже давление, ну, да, там было давление на шею, но оно не было таким, чтобы не было классическим, да, не было классическим давлением, но, тем не менее, ему хватило, чтобы уснуть, потому что он уже был в гипоксии, а вот, в принципе, и я по этим двум боям больше меня не чувствовал. Но отключился, ну, кстати, очень быстро, прям вот, вот, очень быстро, то есть он уже вздыхал, да, 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 у него только рука на шее оказалась, просто раз, а он уже все. Вот, ну и, кстати, Сеня, мы же с тобой отмечали уже по форме Родригеса, слушай, он же выглядит таким обвисшим, вот, ну, в плане того, что ты говоришь, может быть, он вообще не тренируется, вот форма у него как будто, действительно, он вообще не тренируется, вот, ну, понятное дело, что, наверное, периодически в зал захаживает, да, но, скорее всего, ненадолго. Далее, далее у нас, ну, собственно, бой-вечер, да, Диего Феррера, бенил Дариуш, и Дариуш сумел повторить то, что он сделал много лет назад, да, вновь победил Диего Феррера, но бой на этот раз был, конечно, ближе, опять Дариуш, конечно, дичайше устал, но надо отдать ему должное, он все равно продолжал работать, он продолжал делать тейкдауны, да, он пропускал некоторые удары и держал их, и если Феррера поначалу очень хорошо там крутился, гнулся в джиу-джитсу, да, что-то придумывал, вставал, ну, постепенно все равно, все равно Дариуш перемолол, и за счет вот напора, за счет именно вот этих тейкдаунов, переводов, все равно бой забрал. Вот опять же, знаешь, я лично увидел два раунда за Дариушем, да, первый и второй, и третий раунд мне показалось, что был Феррера лучше, но тут получился даже сплит, то есть такое вот несогласие, один судья увидел победу Ферреры, как ты считаешь, Синь, здесь по делу сплит, или все-таки Дариуш здесь выиграл уверенно? Да не, я могу понять, почему сплит, я могу понять, но, конечно, я тоже увидел 2-1, принцип, по раундам, какой-то, в принципе, вселенной можно увидеть даже 3-1, 3-1, да, в трехраундовом бою можно даже увидеть 3-1, да, ну, 3-0 можно даже увидеть в какой-то вселенной, но я, в принципе, понимаю, что третий раунд, как бы, второй раунд, точнее, был такой, то есть, да, ну, я его, в принципе, без задней мысли отдал ББен Юлю, но я понимаю, за что можно отдать ему, принципе ферре ферре не знаю он сделал классическую ошибку джиттеров мне кажется да он отдал предпочтение попытки удосрочить в джиу-джитсу самому логичному варианту это просто встать да потому что в третьем раунде под но подумать только об этом что третьем раунде бы не не смог сделать ему нормальные это классические тогда он и только когда там в конце там за 20 секунд до конца то насколько за 30 ну собственно нормальный тогда он ему смог сделать под конец когда немножко там друга подышал и если бы он просто вставал бы тратил бы все силы на то чтобы просто вставать а не контрить не крутится это все-таки это все-таки ммэй да то есть там более-менее тот кто имеет навыки спойлера они всегда как бы все твои попытки финиша могут на корню пресечь и ты просто потратишь свою кардио как и было с феррери тем не менее он был свежее тем не менее он бил неплохо да но опять же бы не он конечно очень хорош да он молодец он продолжает развиваться он не дал навязать феррери постоянный вот этот вот темп до свой в первую очередь чтобы сбить этот нас строит на порта что нужно сделать это занимались не принципе знают они что это надо показать угрозу до показать угрозу показать то что ты можешь его встретить панчем жестким и не давать ему работать постоянным постоянным давлением да ну и самое конечно интересное что когда бы не дарюшу стал это был помимо конец первого раунда во втором раунде он уже принципе показывал постоянное давление уже в партере хотя на парт это нужно по идее еще больше силу да но ему принципе это в работа была достаточно так сказать приятно и но он нормально переводил ферреру ну а феррера в свою очередь пыталась поймать его то на армбар то на амоплату то там на треугольник и все эти силы как бы он мог спокойно потратить на то чтобы выйти просто оттуда а бы ниль в это время зарабатывал очки контролем сверху в принципе отличный бой и двух топов до бы не или понятные свои минусы у диего минусы мы увидели сегодня потому что до этого времени он долго не проигрывал сегодня он проиграл и мы видим что есть моменты с сильными борцами будут до проблемы есть моменты с сильными панчерами то есть гиперболизированные бойцы какие-то до его могут спокойно пройти вы не дарюш не является гиперболизированным бойцом но он такой вот отличный универсал с панчем да и хорошим таким бакграундом там грэплинга по своей универсальностью здесь в игру бой ну да ну стоит заметить что у бенел дырюша тоже черный пояс по джитсу поэтому конечно вы соревноваться наверное все таки не было с ним смысла да именно джитсу конечно поэтому я тут с тобой соглашусь абсолютно ну что ж перейдем дальше александр александр хочу не хочу дальше саша панто это против монтожа монель кп ну я не знаю я говорил тебе еще во время боя вот у меня именно вот такое отношение так и и осталось в том плане что вот вышел кп да он проиграл первый раунд однозначно причем однозначно по ударам даже мы сейчас видим да 25 12 он проиграл первый раунд и выходит на второй и начинает просто начинает ну немножко так гримасничать да и вот эти вот все его действия поведения я не понимаю как бы к чему вот эти вот ужимки да то есть может быть что-то поменять в бою может как-то попытаться может побольше работать то есть понтой устал это было видно очень хорошо по нему да он подустал он замедлился и по его лицу по его движениям было видно у у монеля кп было больше сил он был более свеж но при этом он делал просто какую-то непонятную дичь сделал два тейкдауна просто пытался причем 7 попыток просто посмотри 7 попыток что как бы что зачем для чего опять же я считаю что выиграть он мог этот бой он вы прям мог выиграть но именно какие-то моменты геймплана моменты лично вот его введение боя это ему помешало выиграть ну понтоже молодец что что тут можно сказать несмотря на то что устал он все равно продолжал работать и это принесло ему здесь успех вот и все что думаешь 7 понтой опять номер рейтинга тут дали кейп и отличный шанс ворваться в топ до естественно он его него не воспользовался им просто стоя на месте просто прыгая на месте ну это я не знаю у меня кроме как кроме как вот раздражение ничего это не вызывает особенно особенно когда боец после того как прыгал на месте три раунда выказывает какое-то несогласие с решением судья будет неприязнь сопернику там что там он говорит не знаю а что ты не знаешь ну что ты не знаешь ты довел бой до решения в принципе да как бы его стиле я я принципе удивлен что он не устал но это не удивительно потому что он ничего не делал по сути да он по ночью работают в третьем раунде этим раунде начал работать и это по сути работа вся заключалась в том что понтой перестал работать практически совсем до ушли вот эти вот ноги можно было больше встречать манэка по практически вообще не устал в отличие от понтой так и точно раз в два он меньше устал понтой замедлился после первого раунда и можно было включать работу но он этого не делал и зачем-то сделал в конце тейкдаун который вообще ничего не решал и после этого он думал что он взял раунд за один тейкдаун в конце раунда не дают победу просто так это там не знаю ну можно было подумать об этом году так не знаю десятом да и то есть там контроль какой-то был бы это если на организации м1 до концовочку забрал вот ну собственно не хочу больше про него говорить абсолютно не оправдал надежд в принципе не только не наших да но подумайте как он пацану там да с левому который подписали он там чемпионом добыча разину а на чемпион райзен далее топ-5 весовой категории для чего доказалось можно легко понять для чего собственно все у него были такие бои уже у скаема сакурой стоял первом бою точно также привел на дистанции и потом возмущался что и нему не отдали в японии бой против японца ничего вообще удивляться абсолютно нечему и пантое здесь молодец но пантое вот пятое место он занимает да это только потому что там бойцов практически нет в этом весь да только потому что в этом весе всего пять мест да ну на самом деле я думаю очевидно даже для кого этот бой сделали кому дали очень очень хороший шанс прям шикарный шанс про проманели как п очень многие говорили я уже говорил он должен был дебютировать еще летом и про него очень хорошо там его тренер до отзывался и говорили что там чуть ли не будущий чемпион то есть реально ему дали прекрасный шанс который он я считаю что собственноручно просто упустил своими действиями ну да ладно ладно майкл джонсон клэй гуида ну тут у нас очередной красава да и опять же то есть должен ли был быть здесь майкл джонсон фаворитом ну я считаю что да но опять я просто повторю даже простой говорил в подкасте вы вот будете удивлены если он проиграет даже клэй гуиде просто я нет и соответственно я здесь удивлен не был до майкл джонсон проиграл там сколько там гуиде уж тридцать девять до тридцать девятилетний раз старику ну вот как бы вот такой вот дной очередной он пробил как ты думаешь 7 есть куда-то вот ниже еще падать или это уже все ну можно еще пониже все-таки гуиды там что-то еще может свои 500 лет вот показать ну конечно с одной стороны можно сказать что-то по неудобный бой что 5 дали борца с другой стороны он ветеран да даже пскова ветеринар вот который реально ну устает по кардио до который бить не может до которые принципе и борется не так хорошо уже раньше то понятно вот и ну и уже майкл джонсон вернулся весовую ну то есть уже уже не весовое дело да уже понятно всем я думаю майкл джонсон как именно рецепт на такой неудачник это даже видишь это даже не в неудаче дело это как это вот закономерность то есть казалось бы там отдал шею отдал что-то но это этот кардио связано и здесь как бы человек был против него которые и в кардио хуже чем он но все равно проиграл видите то есть ну в чем то есть проблема может быть не ходит зачем вообще выступает ну может быть деньги собирает как бы это конечно его право не знаю задержит ли его после этого боя потому что в принципе ну для его уровня легче бой на и нужно найти наверно я думаю ну да я говорю тут нужно еще попытаться знаешь выступить хуже попытаться на найти соперника еще хуже знаешь и выступить с ним еще хуже но вот я верю в майкл джонсон я верю что он сможет он красава мать им с тимпанком может да 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 симпанк удушением кстати если что выиграет вот корисон сантхаген против фрэнки эдгара абсолютно скоротечный бой до 28 секунд страшнейшее колено просто страшнейшее колено мне просто страшно за фрэнки эдгара я уж говорил я отлично к нему отношусь легендарный парень я очень его конечно уважаю он показывал крутейшие выступления ранее просто больно конечно было действительно на это смотреть я ну я рад что его там подняли вроде все в порядке с ним не хочется вот реально не хочется чтобы ну вот ветеран такой красава получал такие нокауты но опять же это его выбор да выступать не выступать тут осуждать его конечно никто не имеет права ну вот сегодня сантхаген показал такое шикарное выступление и добавил небольшую нарезочку свои хайлайты вот чё думаешь да обалденный нокаут просто можно кончить прям штаны на месте да и принципе там не просто какой-то lucky punch да но он он с места без там разгона без разбега без всего просто взорвался учитывая что он тощий парень это ну интересно вообще вот по стилистику я уже высказывался наверное год назад ну в принципе кто такие ярые фанаты наши да они в принципе знают мы там с андреем но я свою как бы позицию высказал то что санхаген способен петро яна побить вот и в принципе я думаю что ничего не поменялось того времени а вот их ситуация санхаген ян и стерлинка я похоже на камень-ножницы-бумага знаешь такой стилистический замес вот ну кто окажется камнем кто окажется бумагой кто кажется ножницами я думаю можно предположение сделать но собственно отличный нокаут фэнки эдгар я кратко и такое вот написал то есть тайминг великолепный там не было какой-то подготовки что-то еще он просто прыгнул во весь рост фэнки эдгара а это не потому что фэнки эдгар малыш по сути фэнки эдгар такого же роста как и петр ян на самом-то деле там по моему разница в сантиметр что лива или в два ну то есть он вам прыгнул капец как высоко метр там 70 он прыгнул вверх с коленки это это взрыв невероятный вот ну и собственно он если ему надо конечно да ему надо вот борьбу подтягивать обязательно потому что там есть такие парни как с которым уже встречался я думаю все таки расплатиться с ним хочет поэтому интересно будет посмотреть конечно реванш но и вашим посмотрим только в одном случае если он победит петро я на это все таки надеюсь не произойдет вот конечно интересно будет но я думаю можно перейти дальше ну вообще отмечу что санхагин он после после боя в интервью он сказал что именно после боя со стерлингом он типа вынес какие-то уроки да и вторая встреча будет другой по его мнению поэтому действительно будет интересно посмотреть какие он там уроки вынес и если они встретятся все таки если так произойдет то посмотреть что будет потому что по сути там боя то почти не было да альстар уверим александр волков ну я не знаю на самом деле здесь что рассказывать александр волков молодец красава вы можете видеть по статистике что здесь вообще было уверим конечно даже один раз пытался за тейкдаунить абсолютно ничего не получилось волков разобрал его просто переработал уничтожил нокаутировал вот собственно и все забрал бонус получил ну некоторые такой контендерский статус потому что там и комментаторы да кричали после боя что как бы велкам new контендер да вот такие дела молодец волков еще раз хочу его поздравить что думаешь побойся личный мой волков провел единственное что тактический момент был дерьмовый один но и к я тебе говорил такой то что он давил не буду объяснять почему но просто как бы вот есть такой факт что ему не надо было этого делать была опасность некая но он и слава богу избежал в принципе одержал отличную победу вот по поводу по поводу начата веримо много людей топил за него принципе можно понять почему да это отличные серии побед и в целом вот есть такой у нас клуб бойцовский диван бой бойцов короче диванных аналитика да бойцовский клуб диванных аналитиков где уже три года собирается так сказать видеотека с любимыми сериями my little pony да ну это опять же шутка для тех кто имеет такие выжить 20 собственно в этой вот всей огромной в видеотеке можно насладиться любыми схватками из их так сказать карьера да и в принципе я и посоветовал это сделать человек принципе да вы можете там кто вступает в клуб давай там может у нас есть чат там отдельный да и там может как бы каждый высказывать свое мнение где было высказано такое мнение что принципе верим лучше во всем да вот ну а был я отметил момент да вот показал что конкретно вот в клинче допустим да он вообще не лучше хотя конечно же это было когда-то что он отлично был в клинче что убийстве на колени сейчас вот тоже как бы было было вели мы с тобой речь там по поводу федор по поводу франка мир это было давно еще какие то есть свои причины возможно старые ненажитые травмы и куча всего возможного может быть но по факту он в клинче сейчас супер пассивен и он как как бы как бы вот люди пишут выматывается спортсмену но вот как вот он вымотал хорошо волкова когда ему ну по сути он там нос потерял до свой и он потерял там нос и дыхание и без того как бы не идеальное у него закончилось уже в первом раунде то есть он все он как бы кончился по сути первом раунде по кардио из-за того что принципе был сломан нос да мы там как бы делать техники уже был этом доработка отличная доработка принципе я обожаю эту комбинацию там этот право прямой лево боковой до классика которая идеально сработала здесь как нельзя кстати волков которые габариты и достаточно неплохую скорость недавно появившие сюда принципе любо-дорого так сказать смотреть конечно интересно будет посмотреть на любого с волковым но в его интересах так скажем чтобы победил степень очень потому что я думаю что снгану вообще шансов просто ноль вот конечно же жалко что так но и факт остается фактом там уже куча знаешь претендентов которые просто не смогли пройти на гону опять же реванш стоит сам бойцам сделать да ну что там да ну как бы если она победит то можно будет по ситуации для кирси боится если степи то естественно кирси дадут шанс подраться закончить карьеру то наверное с кем-то еще подерется там куча всяких мешков еще есть в этих в этих весах вот ну а верим опять же надо расценивать его как нынешнюю версию не как когда-то там супер боец там показался хорошую подготовку он меня даже удивил он был намного более разнообразный чем с сакаем показывал бой он подбирал не интересный ударом потом передний апперкот использовал что принципе уже является супер нестандартной как бы техникой да вот ну и моментами даже стряхива голову волкова своего чтобы не вело отличная работа под прессинг волкова была дальней рукой левой и на этом принципе все отличный как бы выступление от волкова и неплохой как контендерский звоночек да да си не особо добавить нечего действительно было там пару попаданий левой у аверима которые мне показались опасными да немножко страшно стало за александр и но благо все нормально он это все выдержал все хорошо вот тогда повторюсь добавить особо нечего волков у нас включается очень так рьяно в контендерскую гонку но там нужно смотреть по ситуации что там как отобьются гонус меочи чё там джон джонс там еще могут поменяться конечно расклады но а в целом опять же на сегодня у нас все ребят мы высказали лишь наше субъективное до личное мнение что мы увидели где там что судейство или или какие-то действия до бойцов оценили но это такое наше мнение вы можете написать свое как вам вообще турик понравился нет где вы что увидели чё уступление понравилось как вам майкл джонсон вообще как нормально вот ну и соответственно просто в очередной раз до призываю подписывайтесь на все на наши ресурсы в контакте много всего интересного в описании и ссылочка там и стаули есть бесплатный там и новости да и какие-то веселые моменты есть конечно же в телеграме чат там и пообщаться можно и отличный канал чем сшит он ли с нарезочками там вы можете посмотреть самые такие крутейшие моменты под сочную музычку вот так что welcome везде ну и конечно же клуб диванных аналитиков подкастики там также общение да и естественно прогнозы от ммбс ребят не забываем ну что ж на сегодня у нас все сень допишите что на что вы ставили что прошло что не прошло уже по классике да пишем обязательно делимся мнениями опытом друг с другом всем пока и всех отличных выходных всем пока